Балтийская международная академия В этом году начнется ремонт купола Костела Святого Петра в Веригах Выбирая вуз, в котором хочется продолжить свое обучение, человек в первую очередь рассчитывает на то, что полученный им диплом будет котироваться как в Латвии, так и за рубежом Чаще всего так и бывает, но бывают и такие случаи, когда перспектива получить вместо диплома некую бумажку является реальной Об этом далее На заседании Совета по высшему образованию Латвии было принято решение о проведении внеочередной аккредитации частного университета Балтийская международная академия В настоящее время 7 из 11 направлений обучения, реализуемых в вузе, не аккредитованы В частности, речь идет о таких учебных программах, как психология, менеджмент, администрирование и управление недвижимостью, искусство, гостиничные и рестораны и сервисы, организация отдыха и туризма, экономика, право и социальная работа Именно студенты этих направлений сегодня лишены возможности получить признанный государством диплом о высшем образовании Министерство образования и науки поддерживает предложение Латвийской ассоциации студентов оценить работу частного вуза и его руководства Которое поставило под угрозу возможность для студентов получить качественное высшее образование и признанные государством дипломы В процессе аккредитации проверяется качество организации и ресурсов учебного заведения В результате чего ему присваивается статус признанного государством вуза или отказывается в нем В случае потери аккредитации у студентов БМА есть несколько вариантов Первый – продолжить и завершить обучение по другой университетской программе, которая является аккредитованной Второе – завершить обучение в другом университете Третье – сделать перерыв в учебе По данным Балтийской международной академии, многие студенты, обучающиеся по неаккредитованным специальностям, уже сделали перерыв в учебе в ожидании результатов аккредитации Балтийская международная академия была основана в 1996 году и это шестой по величине частный вуз Латвии В котором в текущем учебном году обучение проходили 1252 студента Господь услышал молитвы верующих, которые уже не один год говорили о необходимости ремонта купола Святого Петра в Веригах Который расположен в историческом центре Даугуплса Сам по себе этот храмовый комплекс является уникальным, а потому и внимание к нему пристальное, в том числе и со стороны самоуправления Подробности далее в сюжете о делах общественных отношений Даугуплской городской думы Реставрацию купола Римско-католического костела Святого Петра в Веригах в Даугуплсе планируется начать уже этим летом И Даугуплское самоуправление намерено подключиться к реализации данного проекта Храм Святого Петра в Веригах – это старейший римско-католический костел Даугуплса, построенный в 1845-48 годах В последние годы за счет привлечения финансирования из различных источников, в том числе и муниципальной программы по сохранению сакрального наследия В храме была восстановлена колоннада, проведены работы в приходском доме А вот купол костела находится в плачевном состоянии Время безжалостно, конструкция разрушается и требует незамедлительного ремонта Крыша протекает изнутри купола, мы видим, что образовались пятна При осмотре самого купола возникают серьезные опасения относительно того, как долго он еще сможет оставаться в таком состоянии В этом году Государственное управление по охране памятников культуры выделило в наше общение 135 500 евро на восстановление церковного купола от креста до его основания Общие же расходы составят 200 000 евро, поэтому мы обратились к Даугольскому самоуправлению с просьбой помочь нам найти недостающее финансирование Комплекс церковных зданий – это уникальный объект, который находится в исторической части города и который является охраняемым памятником культуры Чтобы костел сохранить и позволить будущим поколениям увидеть его во всем своем великолепии Вопрос об отделении 50 000 евро на строительные работы был включен в повестку дня очередного заседания Финансового комитета самоуправления Даугольску В Даугольске очень активно проходят работы по благоустройству города и самоуправление окажет необходимую финансовую поддержку костелу Святого Петра Великих Памятнику культуры и гордости нашего города с точки зрения архитектуры Ну и наконец-то купол церкви будет приведен в порядок, что сделает наш Даугольск гораздо привлекательнее и как культурный объект И конечно это станет поддержкой для людей верующих Работы по реставрации купола могут начаться сразу после праздника города, но чтобы проект был бы успешно завершен, необходимо еще как минимум 15 000 Поэтому самоуправление обращается к другополчанам с просьбой сделать пожертвование на благое дело Пожертвование можно оставить в церкви или перечислить на счет костела Конечно я стараюсь обращаться к людям лично, будь то бизнесмены или частная персона Я также благодарен Даугольскому самоуправлению, которое ранее в рамках предыдущих программ сакрального наследия помогло нам заменить окна в приходском доме Большое сердечное спасибо всем за поддержку, всем другополчанам, всем прихожанам, тем кто живет и работает за пределами Даугольса Тем кто чувствует себя частью Даугольса Искреннее спасибо всем, кто нас поддерживает Пусть Бог благословит, защитит и вознаградит вас за вашу щедрость Заброшенные здания это не только проблема Даугольса В самоуправлении Екополса этот вопрос является одним из актуальных И поскольку собственники не спешат добровольно либо сносить, либо приводить в порядок заброшенные строения Екопольская Крывая Дума намерена это сделать за свои деньги, а потом выставить счет с собственником Подробности в сюжете наших коллег из Екополса Самоуправление Екополского края планирует в этом году снести 6 пришедших в упадок зданий Два из них находятся на улице Земелю 12 и принадлежат физическому лицу Жилой дом Сараи признали опасными еще в 2015 году Сооружение обветшали и продолжает разрушаться Владелец здания не принял во внимание призыв муниципалитета оградить территорию и законсервировать окна, дверные проемы А также не предоставил никаких письменных объяснений Местные власти планируют снести эти развалюхи за счет самоуправления, а затем через суд взыскать потраченные средства собственника аварийной недвижимости Третий объект, который муниципалитет планирует снести в этом году, находится на улице Мадуна с 27Б Деградированное строение принадлежит юридическому лицу, как и другие, так и этот многоквартирный дом Превратившийся в трущобы, стоит уже много лет, создавая опасность горожанам и нанося ущерб окружающей среде Более пяти лет назад Якоповская крыльевая дума обязала владельца здания, Якоповскую общину и Евангелической христианской церкви Яуна Паоте Отремонтировать опасное строение, находящееся в аварийном состоянии Два года назад владелец здания пояснил, что у общины нет финансовых ресурсов, поэтому местные власти намерены снести здание за свой счет Техническая документация уже разработана, а средства на демонтаж найдены в муниципальном бюджете этого года Они же впоследствии будут взысканы с владельца недвижимости Еще три пришедших в упадок здания, которые муниципалитет намерен снести, расположены на улице Андрея Пормуля, 123 Они являются собственностью муниципалитета и состоят из жилого дома, пострадавшего в результате пожара Также здесь находится и развалившийся сарай Данная территория уже огорожена В настоящее время разрабатывается техническая документация, после чего будет проведена процедура закопки на проведение демонтажных работ Для сноса всех этих трущоб самоуправление в бюджете этого года предусмотрело 60 тысяч евро Тем не менее, в Екапилсе остается еще много пришедших в упадок зданий, которые следует демонтировать Но, как поясняют местные самоуправления, сделать это все за один год невозможно Например, на улице Залия, 32А, есть старая заправка, принадлежащая юридическому лицу Самоуправление уже много лет ведет переговоры с владельцем В 2019 году муниципалитет принял решение о принудительном приведении в порядок объекта Но до сих пор этого не было сделано Правда, в настоящее время собственник выразил готовность демонтировать трущобы за свой счет На сегодняшний день в Екапилсе демонтировано более 10 деградированных строений И работы в этом направлении продолжаются Обычный человек никогда не поймет недовольство человека с ограниченными возможностями Который сегодня прилагает максимум усилий, чтобы на инвалидной коляске выехать Из своего подъезда проехать по улицам города и коридорам муниципальных государственных учреждений, магазинов и не только И да, без посторонней помощи это мало у кого получается Понимая наличие проблемы, самоуправление сегодня реализует проекты по созданию современной инфраструктуры для инвалидов-колясочников Которая позволит им стать более самостоятельными Об этом далее Для того, чтобы городская инфраструктура была доступной для людей с ограниченными возможностями передвижения А также для родителей с колясками Самоуправление города реализует многочисленные проекты по созданию соответствующей инфраструктуры в общественных зданиях Муниципалитет продолжает оказывать материальную поддержку для установки пандусов по месту жительства человека-инвалида За последний год мероприятия по улучшению экологической доступности были проведены в нескольких местах Одно из них – это помещение на улице Аллая, 68, где сегодня находится Дагуфанский сектор социальных услуг и офис по уходу на дому Улучшилась доступность среды и помещений сектора организации социальных услуг и социальной работы для семей с детьми на улице Кришна-Валдемара, 13 Социальная служба активно помогает улучшать жилищные условия для людей в инвалидных колясках Для этих целей в муниципальном бюджете предусмотрено 117 800 евро на установку лифтов, пандусов и другие меры по созданию доступной среды по месту жительства человека с ограниченными возможностями Надо сказать, что ситуация в Дагуфелсе в целом намного лучше, чем во многих других городах Латвии Но работы еще предостаточно Совместно с администрацией города сегодня мы определяем места, где необходимо улучшить съезды с тротуаров В преддверии лета уже собрана информация о доступности туристических объектов для людей с ограниченными возможностями передвижения Также мы планируем встречи с представителями общественных организаций для определения приоритетов работы на ближайшее время Надо понимать, что для тех, кто передвигается инвалидной коляски, любая мелочь может стать непреодолимым препятствием В то же время иногда для решения проблемы требуется совсем немного усилий Продолжается работа и по обеспечению доступности городской инфраструктуры и учреждений Дагуфелс Но уже сегодня Дагуфелчане инвалиды-колясочники, которым необходима помощь в установке пандусов или лифтов Другого оборудования для передвижения в инвалидной коляске по месту жительства Могут обратиться в социальную службу, где они получат всю необходимую информацию о программе улучшения доступности, реализуемой муниципалитетом Более подробную информацию можно получить по телефону 654 40 923 Герда – это жизнерадостная собака, которая нуждается в особом уходе Животное, некогда здоровое, но получившее тяжелые травмы несколько лет назад, оказалось в приюте у отра Мая Его работники собачку выходили, выненчили и воспитали И сегодня этот ребенок ищет для себя приемную семью, которая будет не только ее лепить, холить, лелеять, но и заниматься ее реабилитацией Со своей стороны приют обещает материальную поддержку Герде, потому что она особенный пес и требует к себе особенного внимания Подробности в сюжете Латгальского регионального телевидения Герда на всех со стороны смотрит пристально, а вдруг среди этих людей находится именно ее человек Собака находится в приюте для животных у отра Мая уже полтора года Он находится в Демонской волосе, а у Жалковского края Сюда этот горе ребенок попал после аварии и после перенесенных нескольких сложных операций Герда уже никогда не станет обычной собакой Теперь она может передвигаться либо с помощью человека, либо с помощью вспомогательных технических средств И сегодня приют ищет Герде приемную семью Мы ищем человека, семью, повседневная жизнь которых связана с работой на дому У которых есть своя машина, потому что собаку придется возить в прейле А может быть и в другой город на прием к физиотерапевту Это должен быть ответственный человек, который будет готов дать Герде шанс на новую счастливую жизнь Но есть условия, будущая приемная семья должна быть физически сильной А место жительства должно быть адаптировано к условиям передвижения собаки-инвалида Один раз в неделю Герду нужно будет возить на водолечебные процедуры Необходимо будет каждый день искусственно вызывать у нее мочеиспускание Вопрос поиска приемной семьи для Герды очень актуален Человек, который был всегда рядом с Гердой, присматривал за ней, водил ее в прейлю, гулял с ней Помогал решать вопросы гигиены, к сожалению, уезжает из Латвии Мы же не можем физически просто справиться с Гердой К сожалению, она не может самостоятельно ходить в туалет одна Дважды в день ей необходимо помогать справить нужду, потому что она большая собака Судьба у нее такая, главная задача нового хозяина – быть с ней практически постоянно рядом В принципе, в этом нуждается каждое животное, но Герда особенно Будучи одна, она может только спать и сидеть Так что нужен человек, который будет с ней рядом и будет ей помогать Анна – волонтер, которая навещает Герду как минимум два раза в неделю Но взять к себе собаку домой не может, поскольку там уже проживают домашние животные Следует отметить, что за 10 лет работы приюта собачка-инвалид впервые появилась в этом коллективе У нас в приюте и ранее были собаки-инвалиды, но с тремя ногами Но такая, как Герда, это для нас впервые Если бы не ее дружелюбие, а доброта, возможно, мы бы приняли другое решение Но она дала нам понять, что хочет жить, и мы решили дать ей второй шанс Теперь мы просим помощи у неравнодушных и ответственных людей Герда очень игривая, веселая собачка, но очень ревнивая Поэтому лучше, если она станет единственным собачьим ребенком в семье Ей не нужно никакого трехминутного знакомства Она сразу всех воспринимает за своих С людьми и с детьми очень и очень классная Ее нужно посадить в инвалидную коляску, это требует времени Но, по сути, ничего сложного в этом нет Я могу сделать это даже сама Играем с ней с клюшкой, с мячиком Она очень подвижная, активная, добродушная, с ней классно Приют от Ромая ждет заявление от потенциальных хозяев Герды Со своей стороны, приют обещает финансово участвовать в жизни собаки Плюс он возьмет на себя расходы по оказанию медицинской помощи Герде Кинологии и оплате водных терапевтических услуг Давайте поможем всем вместе найти хорошую семью для этой хорошей собаки Ведь она этого заслужила В эту субботу в Швеции пройдет финал песенного конкурса Евровидения И радостная для нас новость заключается в том Что после длительного перерыва Латвия вновь поборется за победу в конкурсе Об этом далее В ночь с 9 на 10 мая в шведском Мальме прошел второй полуфинал Евровидения В ходе которого 16 стран боролись за выход в финал песенного конкурса Вопрямки прогнозам букмекеров Латвия прошла в финал Последний раз аналогичного успеха наша страна достигала почти 10 лет назад В этом году Латвия на Евровидении представляет именитый латвийский певец Донс Участие во втором полуфинале приняли представители из Латвии, Албании, Армении, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Греции, Грузии, Эстонии, Израиля, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Сан-Марины и Швейцарии В предыдущий раз Латвия дошла до финала в 2016 году, тогда певец Юст занял 15 место Годом ранее 6 место достигла Амината, а в 2022 году Мария Наумова стала победительницей Евровидения Финал песенного конкурса 2024 года состоится уже в эту субботу, 11 мая И в завершении программы о погоде В субботу температура воздуха не поднимется выше плюс 13 градусов С утра столбик термометра покажет плюс 1 В первой половине дня сохранится солнечная погода, а вот с обеда появится облачность В воскресенье погода будет аналогичной Днем температура воздуха поднимется до плюс 14 На следующей неделе в Латвии вернется теплая погода Когда температура воздуха повысится до плюс 20 градусов, осадков почти не ожидается На этом все, всем хорошего вечера, до свидания